СТО ПРОЦЕНТОВ ХОКЕЯ Начинаем мы ее, естественно, со вчерашних матчей. Матчи, которые состоялись на Востоке. Это четвертые матчи конференции. Итак, Восточная конференция. Итак, наверное, начнем с матча, который стартовал вчера первым. Это была встреча между командами Сибирь и Металлург-Магнитогорск. Вы знаете, пока я бы хотел не то, чтобы там уйти от скандалов, отступить. Пока хотелось бы немножечко об игре мне все же поговорить. Ну, а потом вернуться, наверное, к тому же, что случилось в итоге, в концовке этого матча в том числе. То есть уже по его окончанию. Начнем с того, что Магнитка победила. Победила в овертайме 4-3. Были у Магнитки все шансы, чтобы завершить эту встречу, не доводя дело даже до овертайма. Но так не случилось. Хотя, по ходу, Магнитка и выигрывала 2-0. Да, Сибирь счет сравняла. Потом Магнитка 3-2 выигрывала. И в концовке, в самой концовочке, Сибирь вновь сравнивает счет. Ну, а на первой минуте овертайма Магнитогорская команда усилиями Сергея Мазякина забрасывает победную шайбу. И, что самое интересное, это стало девятисотой очко Сергея Мазякина в континентальной хоккейной лиге. И он первым добирается до этого рубежа. Вот такая вот история с Сергеем Мазякиным. Ну, в хорошем смысле этого слова. Что касается самой игры, то вот начало было полностью за хоккейным клубом «Металлург» в Магнитогорск. Потому что Магнитка, в общем, достаточно уверенно и хорошо контролировала шайбу. Хотя, поначалу, вроде как, Новосибирск пытался завладеть инициативой. Но потом последовало удаление у новосибирской команды. И вот после этого удаления, да еще и после заброшенной шайбы, инициатива полностью перешла к Магнитогорской команде. И этой инициативой Магнитогорск владел, ну, практически, наверное, до середины второго периода. Потому что был очень интересный момент во втором периоде, когда первый бросок новосибирская команда совершила аж, по-моему, только на 12-й или на 13-й минуте. Я имею в виду в створ ворот. И вот после этого все-таки Магнитка, то есть не Магнитка, а Новосибирск, естественно, пришел в себя. Новосибирск заиграл в другой хоккей. И это позволило, в общем-то, вернуться новосибирской команде в игру. Давайте послушаем мнение эксперта континентальной хоккейной лиги КХЛ-ТВ Александра Гуськова, который поделился не только тем, да, как вот проходила в четвертой игра, но и тем, что ждать от игры номер пять Александр Гуськов. Первый вопрос по матчу Сибирь. Металлург-Магнитогорск сейчас без судейских, там, я не знаю, ошибок, не ошибок. Просто вот именно по игре. Вот что тебе понравилось, что нет? Ну, во-первых, после проигрыша, причем довольно крупного у себя дома Сибири, должна была сделать определенные выводы и, в принципе, составом какие-то ротации, на мой взгляд, должны были произойти, но была всего лишь одна замена и, в общем-то, на этом Шкабелка и остановился. Но, опять-таки, начало игры, начало игры осталось за игроками Магнитки. Во-первых, все позиционные атаки, которые проходили со стороны Магнитогорска, были довольно продолжительными и затягивались порой на целую минуту и не справлялись защитники Сибири с теми моментами, которые создавала Магнитка в зоне атаки. Ну и, конечно, те удаления, которые привозила себе Сибирь, выбивало их из того ритма, из того темпа, который новосибирцы хотели задать. Это тоже было и играло как раз в минус команде из Новосибирска. Саша, вот такой вопрос. Как ты думаешь, а почему Сибирь пошла, вот только побежала в третьем периоде, да? Что это, Магнитка стала играть на удержание или это, наоборот, Сибирь прибавило? Вообще, Сибирь прибавило, а Магнитка оказалась, может быть, чуть не готова к такому натиску. Можно сказать, все свои последние силы игроки Новосибирска бросили на то, чтобы сравнять счет, так как первую шайбу они сумели забить. Пусть и с определенным каким-то скандалом, который потом уже после игры нарисовался, то, что, казалось бы, шесть человек находилось на площадке у Новосибирска. Ну, это уже в прошлом. Ну и, конечно, зрители заставили, заставили играть своих любимцев совершенно по-другому. Ну и навал, вот этим навалом они просто дезориентировали игроков Магнитки, броски, броски, добивания, и все-таки вот эта вторая шайба залетела. И, мне кажется, еще почувствовали, наверное, именно свои силы игроки Новосибирска, потому что, ну, очень тяжело им давались голы вообще в серии. И в прошлой игре всего лишь одну шайбу забросили. Ну и здесь, наверное, поверили в себя и уже вот этим натиском решили, что они смогут, и они это сделали. Как ты думаешь, что нам в пятой игре ждать? Завершится серия или есть шанс у Новосибирска? Во-первых, Новосибирск понял, что они могут играть на равных с таким грозным соперником, как Магнитогорский Металорок. Но здесь загвоздка в чем? Сейчас Магнитогорск играет дома, и Магнитка сделает все для того, чтобы не ехать на следующий матч в Новосибирск. Очень тяжело играть в Новосибирске. Я думаю, что Магнитка как раз и почувствовала вот этот напряг, да, когда ты играешь дома и на Новосибирской арене. Плюс еще вот эти скандалы, которые вокруг вот этой серии, вокруг вчерашнего матча. Я думаю, что Магнитка захочет это сделать как можно быстрее, чтобы все забылось, и они могли готовиться уже к следующему раунду. Александр Гуськов был на связи с нами. Рассказал он и поделился своим мнением об этом матче. Я имею в виду матч Сибирь-Металург-Магнитогорск. Завершился он победой Магнитки 4-3. Счет в этой серии 3-1 в пользу Магнитогорского Металурга. И завтра матч пройдет там, в Магнитогорске. Матч, который может завершить всю эту серию. Так что будем ждать с нетерпением. Вопросы уже приходят к нам. Макс нам написал, жду с нетерпением вашего сегодняшнего эфира и комментарий по поводу скандального судейского эпизода в матче Сибирь-Металург. Понимаете, я готов на эту тему поговорить. Я вчера до трех ночи пересматривал вот этот эпизод. Искал другие эпизоды этого противостояния. И нашел схожий эпизод. Нашел схожий эпизод. Это была встреча Нижегородского торпеды и Магнитогорского Металурга. Происходила эта встреча в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Торпедовцы как раз там забросили вторую шайбу. Это был Двуреченский, Никита Двуреченский, который при счете 1-1 отправил шайбу ворота Василия Кошечкина. Счет стал 2-1. И после некого совещания арбитры отменили эту заброшенную шайбу, сославшись на то, что в тот момент у торпедовцев было шесть полевых игроков на площадке. А получилась ситуация где-то похожая. Также нижегородские торпедовцы открыли калитку. Кто-то из игроков сначала выскочил на площадку, потом понял, что он неправ. Начал возвращаться обратно и в этот момент как раз Двуреченский забросил шайбу. А как выскочил на площадку? Ну на метр, да. Сделал человек шаг и вернулся тут же обратно. Но факт есть факт. Шесть человек было на площадке. Игру остановили, шайбу в итоге не засчитали. То есть сначала один из арбитров показал, что взятие ворот было. Но вот после небольшого совещания это взятие ворот отменили. Там Петри Скудра в общем-то вновь опять скандалил. Что касается вчерашнего эпизода. Здесь же фактически даже не то, что шайба там случайно ли она попала в Филиппе. Не случайно. Здесь сам факт смены, который вот проходил в тот момент. Там очень хорошо видно, как технический персонал, магнитки, там я не знаю, сервисмены открыли калитку на смену. Но по какой-то самой причине этой самой смены не получилось. И в этот вот момент как раз таки выскочил Филиппе, выпрыгнул, да. Он перелез через борт и выпрыгнул. И в этот момент Филиппе просто понял, что... А кого он меняет-то? Никого рядом-то нет. То есть, по сути, никто не приехал на эту смену. И Филиппе, понятно, заскочил обратно. Ну, случайность там попадания шайбы или нет, это уже другой момент. Я вчера читал правила и национальной хоккейной лиги. И там, в принципе, то же самое. То же самое есть слово случайно, да. И если случайно попадает шайба вот при таком же эпизоде, то игра не останавливается, игра продолжается. Но на самом-то деле, фактически, судья, конечно, этот эпизод прозевал. Судья эпизод прозевал, это мое, опять же, мнение, да. Оно может там нравится кому-то, не нравится, но я высказываю просто свою точку зрения. Так вот, судейский звездок промолчал. И в этой связи уже были не то чтобы виноваты игроки Новосибирской Сибири. Свистка не было. Друзья, надо было продолжать играть. Не надо было там размахивать руками, показывать, кто, зачем и почему там виноват. Надо было просто продолжать играть. И все. Потому что судейского свистка не было. Почему его не было, это другой уже вопрос. И об этом надо, можно было потом сигнализировать. Но как раз, когда сбились, просто Сибирь в этой ситуации сбилась. Вот и все. И отсюда пошла уже, пошла атака, да, и заброшенная шайба Мазякина. Надо было продолжать играть. Не надо было останавливаться. Вот и все. И весь сказ. Все. Больше здесь бы ничего не произошло. Ну а теперь уже то, что... 495. Если судить по именам, то эти команды ничего не решают в нынешней картине Лига Чемпионского мира. Что же их сюда привело? Ответ простой. Амбиции и смелость. Атлетика против ПСВ. Манчестер-Сити против Киевского Динамо. Слушайтесь 10 вечера. Все главные матчи на Спорт-ФМ. Спорт-ФМ. Сто процентов хоккея. Еще раз всем приветствуем. Добрый вечер. Вы на волнах Спорт-ФМ. Я Владимир Лихтерев. Это программа про хоккей. Она продолжается. Дарья Миронова уже торопится. Бежит она к нам. И вот она врывается в студию. Проводит серию силовых приемов. И наконец-то здравствуй, Дарья. Добрый вечер, Владимир и дорогие радиослушатели. Дарья, давай мы сейчас дадим слово Дмитрию Рябыкину, защитнику, заслуженному мастеру спорта России. Он нам расскажет про серию Авангард Уфа или Уфа Авангард. А потом мы с тобой уже продолжим об этом также говорить. Дмитрий Рябыкин поделился своим мнением о второй вчерашней игре. Я имею ввиду, конечно же, встречу между командами Салават Юлаев Авангард. Напомню, вчера Салават Юлаев одержал победу. 2-1 и счет в этой серии 3-1 в пользу Уфы. И один шаг остается сделать подопечным Захаркина для выхода в финал Восточной конференции. Прямая речь. Что ж, это был защитник, заслуженный мастер спорта. В том числе и бывший игрок Омского Авангарда Дмитрий Рябыкин. Рассказал он свое мнение. Я теперь еще раз приветствую здесь категорически Дарью Миронову. В смысле категорически? Ну, привет тебе. Спасибо. Я живу хоккеем. Вот пролетела из Новосибирска сразу в пробку и теперь уже к тебе. Ну, в эфир Спорт.ФМ. Как ты сейчас, знаешь, сказала к тебе. Да, чтобы никто не додумал, в эфир Спорт.ФМ с Владимиром Дегтяревым. Да, никто не ревнуйте. Дарья. Давай вернемся к Восточной конференции вновь. Мы о Западе еще с тобой успеем сегодня поговорить. К Востоху. Вчерашний матч Сибирь-магнитка. Пока без судейских, скажем так, ляпов, скандалов, ошибок и так далее. Вот как ты думаешь, что вчера с Новосибирском проходило в первом периоде и в начале второго? Да, я вообще вот сейчас заметил, что если брать статистику, то до середины второго периода Сибирь, проигрывая Магнитогорску, не нанесла ни одного броска. Да, там первый бросок был, по-моему, на 12-й минуте. Это створ ворот. И вот уж лишь только потом все это пошло, пошло и пошло. Вот на твой взгляд, Сибирь поняла, что надо делать, как играть, или это Магнитка как-то сбавила обороты? Нет, ну, во-первых, у Сибири, естественно, было очень слабое начало. Это было на льду, тренер недоволен был, об этом говорил своим игрокам. Видимо, они только проснулись и стали выполнять, слушать в третьем периоде. Да их дошло в третьем периоде. Ну, не знаю, что, ведь, по сути, перед игрой, наверное, были разговоры, как-то настраивались, готовились. Ну да, как будем играть. Они были в курсе, и, в принципе, Скобелка на протяжении всего матча была недовольна именно тем, как игроки работают с шайбой. Вот, как ты уже сказал, у них это не получалось как-то. Все не то было, все не то. Но в третьем периоде проснулись, наверное, те игроки, которых больше всего ругали, доставалось, и на которые возлагают надежды. Мы вот всей серии слышим эти имена, Шелунов, Шемуков, Санников, да. Они, наконец-то, проснулись, да, они стали так бойко действовать, что, в принципе, возили монетку туда-сюда, ну, и вот отыграли. Здесь, в принципе, все по праву, ну, служили, называется. Магнитка, с другой стороны, да, но не то, чтобы будем ругать, но отпустить вот это вот преимущество. Сначала две шайбы, ладно, вроде бы ничего страшного. Ну, потом, ну и все, и пошло, и поехало. Я думаю, что где-то, наверное, сыграла все-таки безалаберность, потому что они уже стали позволять вот так вот иногда так вот запросто игрокам Сибири заходить в свою зону, да, царствовать там, делать все, что они хотят, и возить опять-таки их за воротами. Ну, да, там, если брать начало третьего периода, то там Сибирь просто имел подавляющее преимущество. Там первые минуты девять бросков и один у магнитки, то есть там полное преимущество было новосибирской команды. Что касается, вот, вообще-то, знаешь, я бы хотел эту тему сейчас с тобой затронуть. На самом деле мы в этом плей-офф сталкиваемся вообще с довольно каким-то хамским поведением практически всех участников плей-офф, да. То тренеры могут себе позволять какие-то хамские выходки, игроки могут себе позволять точно такие же хамские какие-то выходки. А знаешь, у меня, получается, складывается впечатление, что, ну, вроде как тренеру можно, да, а почему игроку тогда нельзя? Ну, это пример, это пример, да. Да, я согласен, то есть сам тренер подает вот настолько хамский какой-то пример своим подопечным. Но, с другой стороны, не все же так делают. Здесь, смотри, эту тему можно развивать, и, допустим, игроки, наверное, должны себя вести как-то более ответственно, потому что те же болельщики, увидев, что игроки на эмоциях, да, как-то буйствуют и, не знаю, проявляют агрессию, ведь болельщики то же самое могут начать делать. Поэтому здесь, нет, здесь все чисто индивидуально, потому что не обязательно же подцеплять какие-то плохие примеры. Но пока вот все шумят и обсуждают, там, 6 полевых игроков, 10, 12, 351, мне, на самом деле, другая тема трогает, которая произошла, и, в принципе, в эпицентре событий так уж получилось, наверное, оказался Виктор Козлов и я, которые, ну, вот во всей красе просто посмотрели, как некоторые игроки себя ведут. Честно сказать, я была в шоке. Ты удивлена? Ну, наверное, не первый раз это говорю, что я была в шоке. Я вообще решила вернуться к такой североамериканской политике в плане того, что я буду только оппозитивным и хорошим и так далее. Я была в шоке от того, что мне вчера, ну, повезло, потому что мне не попало, потому что летали клюшки, летали шлемики, и все это, между прочим, ну, было не просто так по сторонам. Летел свет, ломали лампы, баннер. Вот, кстати, вот тоже, я не буду говорить имена, но скажите мне, допустим, мы прекрасно видим баннер континентальной хоккейной лиги, мы все работаем вокруг лиги, мы все создаем, мы пытаемся привлечь болельщиков, создаем хороший имидж, и когда проходит игрок и специально, целенаправленно бьет по этому баннеру, скажите мне, разве не нужно наказать его как-то? Он злится на лигу. Мы об этом поговорим, но уже в следующей части нашей программы. Реклама. Для тех, кто ценит свое время, кто хочет слышать «да» вместо «нет», кому нужно все и сразу. ЖК Хорошевский. Проект бизнес-класса вблизи Серебряного Бора и в 15 минутах от центра. Продуманная инфраструктура и даже собственный тир. В марте скидки на квартиры до 15% и беспроцентная рассрочка от группы компаний «Монарх». Проектная декларация на хорошевский монарх. Соскучился по жарким странам? Приходи в Тики-Бар. Окунись в атмосферу гавайского праздника прямо в центре Москвы. Экзотические блюда и зажигательные танцы. Тики-Бар. Яркий отдых каждый день. Метро «Баррикадная». 495-767-8702. Тики-Бар.ру. Мы работаем круглосуточно. 18+. Телефон рекламной службы «Спорт.Тем». 620-46-64. Код Москвы – 495. Сказано на Спорт.ФМ. Двукратная чемпионка мира. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе волейбольной сборной России Екатерина Гамова. Про самый памятный турнир. Да, я помню все соревнования, на которых я как-либо участвовал. Например, Олимпийские игры 2000 года. Это я молодой игрок, который попал в состав основной сборной и поехал на Олимпийские игры. Для меня это, конечно, был прям какой-то фурор. И я была этому очень рада. Да, Олимпийские 2004 года. Я уже игрок основного состава, который непосредственно принимает в этом участие. Поэтому я помню все свои соревнования, помню все свои медали. И, конечно, для меня каждая победа, каждая медаль, она для меня очень важна. Про размеры территории России. Самые, скажем так, сложные в чемпионате страны, наши, да, это, конечно, разъезды. Чего нет, например, в европейских странах. Это дает определенную нагрузку, определенную усталость. И с этим приходится бороться. Про Гамову как символ побед российского волейбола. Мне совершенно не мешает. Ну и пусть связывает, да, я совершенно к этому спокойно отношусь. Я не считаюсь. Ну, я знаю, что у меня там есть определенное количество медалей, определенное количество титулов. Но вот так, чтобы прям я на скидку сказал, сколько их, я вот даже не скажу. Пока это все по разным квартирам лежит в мешках. У меня дома, у моей тети дома. Это все в разных местах, но надо этим заняться и все это в одно место все-таки собрать. Про личные награды. Для меня на первом месте, конечно же, стоят победы в клубе. Ну, в клубе, в сборной, в команде. Личные какие-то награды – это уже такой приятный бонус по завершению чемпионата или какого-то соревнования. Про здоровье. Я думаю, что самое главное – это здоровье. Здоровье для всех. Не только для спортсменов это важно, но это важно для всех людей. Потому что если человек здоров, у него открывается море возможностей, которые он может использовать в своей жизни. Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе волейбольной сборной России Екатерина Гамова. Физические упражнения могут заменить множество лекарств. Но ни одно лекарство в мире не может заменить физическое. 100% хоккея с Владимиром Дегтяревым Ещё раз всем привет, всем добрый вечер. Вы на «Волнах Спорт.ФМ». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Работаем мы для вас. Так что давайте общаться. Дарья, давай закончим с тобой восток. Да, вот то, о чём мы говорили. И перенесёмся, наверное, на запад. Ведь сегодня на западе одна из серий может уже завершиться. Я про серию между ЦСКА и Нижегородским торпедо. Есть что ещё по востоку у тебя добавить? Мы просто, наверное, подведём чертовой. В итоге, естественно, салак получает дисквалификацию 5 игр. 5 матчей, да. Поэтому, да, хотя бы с этой стороны. Но мы уже не раз обсуждали эту тему. Это не единственный игрок, которому просто можно сказать, ну зачем спорить с судьёй. Просто, ну, получается, человек... Я понимаю, что он был не согласен с тем, что происходило, но получилось только хуже. Плюс ко всему, эти эмоции на одном судье не закончились. Да, согласен, к сожалению. Это просто ещё печально, что всё равно видят и слышат болельщики, среди них есть и дети. Плюс, опять, заводить всё-таки хотелось бы, наверное, людей более положительно. Но вот я вижу, что в плей-офф, и не то, что у нас один-два человека, очень практически в каждой серии по несколько игроков, которые просто не справляются с эмоциями. Согласен. Нужно всем пить зелёный чай. Пить зелёный чай, пустырник, валерьянку. Ну вот, кстати, я вот как-то рассказывала, что у Салавата по ходу игры тоже там были болельщики. Это всё, понятное дело, единичное случай. Просто помните, Акбарс наказали за то, что кто-то там лазерной указкой светил в ротаря. Вот, ну, например, вчера тоже, это единичный случай, но были болельщики, которые там пытались как-то там, не знаю, войти в противостояние, что ли, с игроками магнитки, потому что, ну, никто же вот не пошёл дальше, не стал жаловаться. Там просто службе охранникам вот сообщили об этом, попытались просто попросить, чтобы следили. Вообще у нас бывали такие моменты, помнишь, когда Андрей Викторович Назаров в Минске пытался выяснять отношения с болельщиками, да, там, драться они пытались. Были, были, были такие моменты. Ну, это иногда, знаешь, вот удивительно, потому что вот когда работаешь на стадионах, уже, да, есть такие, где люди, охранники более-менее человечные, что ли, то ли привыкают и нормально там относятся. А бывает такое, что они вроде как против журналистов, я не говорю это только против себя, я вот вижу там, они девушек начинают хватать там, тётинь, которые пытаются полы помыть, такие грубые, там, пытаются что-то, какие-то силовые атаки произвести. А когда реально нужна помощь, мы почему-то не всегда видим, что вот всё равно команды по ходу матча, бывает, жалуются. А скажи, пожалуйста, вот в национальной хоккейной лиге такие ведь случаи бывали, нет? Я вспоминаю, когда противостояние между Эдмонтоном и тогда ещё Миннесотой, потом Далласом, да, когда Миннесота переехала в Даллас, возникали там трения почему-то между командой и болельщиками. Я помню, как команду Эдмонтон закидывали вот этими стаканчиками там из-под пива, из-под кофе, ну вот эти пластиковые стаканчики. А везде такое бывает. Просто опять в Америке это чем всё грозит? Сразу отправляют там на 24 часа в тюрьму. Это нужно. А на работе об этом все знают. Там просто немного другое наказание, которое действительно бьёт уже и по социальному статусу, и по финансовому. Поэтому люди, да, может быть, кто-то и побаловался, но люди за это жестоко расплачиваются. И во время хоккея бывают всё равно. Это не то, чтобы так. Там всё идеально нет. Бывают, наказывают, но как-то сразу всё скручивают, уводят и так далее. Давай перейдём на Запад. Начнём, наверное, с серии, которая, как я уже сказал, сегодня может у нас завершиться. Это ЦСКА, торпеда Нижний Новгород. Как ты думаешь... Думаю ли я, что без кудра будет скучно, но в каком-то плане да. А без кого ещё будет скучно? Ну нет, но опять зафлыв, я думаю, что так здесь всё весело и ярко, иногда в кавычках весело, что, не знаю. Просто, честно сказать, с одной стороны печально, когда понимаешь, что всё это идёт на убыль, команды на выбывание, что всё это закончится. Как ты думаешь, сегодня ЦСКА постарается завершить эту серию, получить для себя, скажем так, привилегии в несколько дней отдыха? И вот все же говорят, вот я сейчас слушаю некоторых экспертов, вот они говорят, что неделя простая, это очень плохо. Но вот я бы так не сказал, честно, потому что ЦСКА играет достаточно в жёсткой манере. ЦСКА играет достаточно такой силовой. Хоккей, стыки, травмы, эти травмы и микротравмы, они только-только накапливаются, соответственно, к финалу Запада, к финалу, там, я не знаю, вообще розыгрыша Кубка Гагарина. Поэтому я наоборот думаю, что ЦСКА как раз сегодня приложит все усилия для того, чтобы здесь дома спокойно завершить эту серию и ждать там, кто будет, ЦСКА, ОСКА или Динамо, и спокойно восстанавливаться, готовиться уже к финальному раунду, да, там, к финалу Западной конференции. Как ты думаешь, дожмут сегодня? Ну, ты все ключевые слова сказал. Здесь нисколько они думают, и да, какая разница, неделю отдыхать или два дня, здесь очень нервная серия. Опять торпеда, но никому не дают просто так играть в хоккей. Мы видим эти травмы, как ты уже сказал, удаление постоянно, сплошные нервы. Поэтому, конечно, для ЦСКА сегодня, ну, принципиально важно закончить все это и сохранить свое здоровье, как минимум. Понятно. Но торпеда, я уверена, они, в принципе, каждую игру бьются и выкладываются, но сегодня, конечно, будет бой. А как ты думаешь, вот что торпеда может противопоставить ЦСКА? Вот что они могут им предложить? Именно вот эту вот жесткую игру или что-то... ЦСКА тоже жесткие. И там, и здесь есть мастера, есть скорость, но просто нужно грамотнее играть. Но ты смотри, опять, у торпеды, мне кажется, даже бесполезно говорить, нужно меньше удаляться. Они просто так не могут. К сожалению, с игровой дисциплиной, да, периодически у нижегородского торпеда проблемы возникают. Иногда какие-то удаления, знаешь, как тренеры сейчас говорят, дешевые удаления, а иногда удаления на ровном месте. Например, удаление в зоне атаки. Твоя команда атакует, да и ты еще и нарушаешь правила. Вот это действительно уже нарушение игровой дисциплины, потому что в зоне атаки, вместо того, чтобы там идти на ворота, забрасывать шайбу, ты вдруг начинаешь получать какие-то нелепые совершенно удаления, которые только отбрасывают твою команду назад. И отсюда возникают лишние проблемы. Если коснемся прошлой игры, на самом деле, вроде как большинство, меньшинство, такую существенную разницу не сыграли, потому что на 8 шайб всего лишь две были в большинстве, по одной и с той, с другой стороны. Это да, это да. И в этой связи, знаешь, как и тем и другим, наверное, где-то в какой-то степени повезло, да, то, что все это закончилось именно так. 4-1 ЦСКА выигрывал в матче, в матче номер 4, ну и вот потом вдруг начали пропускать. На твой взгляд, что, армейцы расслабились, или просто уже стали доигрывать эту встречу, и не ожидали от торпеды, что те вдруг вот встрепенутся, пойдут вперед. И смотри, самое главное, Скудр сделал замену вратаря, он выпустил Бирюкова, который совершил несколько действительно хороших спасений. Ведь там были моменты, когда ЦСКА мог и пятую, и шестую даже забросить, и, собственно, игра бы закончилась. Но вот там Бирюков выручил. Ну, мне кажется, это, наверное, игроки снова распоясались, как ты уже сказал. Тоже самая ситуация вчера была с Магниткой, когда вроде как решили играть поспокойнее в третьем периоде, да, когда Воробьев уже... Ну, мы видим, что играют все в оборону, да, тихонько, ясно, все. Но игроки где-то начинаются расслабляться, в то время как оппонента, естественно, прибавляет. То же самое было из ЦСКА. Ну да, вот, к сожалению... Ну, 60 минут, вот не зря же кричат, там, иногда, там, в начале периода, он 20 минут, нам нужны 20 минут, или, там, 5 минут, 60 минут. Это все, что нужно. Вот это время продержаться и показать свой максимум. Ну да, обычно еще тренеры перед самым началом типа включаем голову сразу, да, не в раздевалке там остались, а вышли на лед и пошли играть, что называется. У некоторых не всегда это получается. Еще одна серия, которая точно не завершится, она абсолютно продолжится, продолжится она как минимум до четверга, это точно в четверг будут Шестые матчи, это серия между командами ЦСКА и Динамо Москва. Питерцы сейчас показали, как они хорошо умеют использовать численное преимущество. Опять то же самое было в первой игре. Да, три шайбы команды ЦСКА были заброшены, когда Питер играл, имея на одного игрока больше. Произошло в матче номер 4 практически то же самое. Достаточно большое количество удалений у Динамо, и Питер, ты знаешь, меня что поразило, как под копирку, реализовывали вот практически один в один. Хет-трик Шипачева, шайба Додонова, и получается ничего, Орешкин против, ну и соответственно, Динамо. А Пучниеве два раза своим партнером два в один убегали. Да, да, и получается, что здесь динамовцы не то чтобы не извлекли уроков, они видимо так и не поняли, что, во-первых, удаляться в матч против СКА это очень плохо, и во-вторых, если ты уж удаляешься, то разбери игру соперника. А получилось, вот как ты правильно сейчас заметила, под копирку. Вот все шайбы практически под копирку. Перевод шайбы там справа фланга налево или с лево на правой, и идет бросок, и этот бросок завершается практически заброшенной шайбой. Вот так было. Как ты думаешь, это вот что, нехватка какого-то опыта мастерства или что? Ну, наверное, вот эта предыдущая игра, когда Динамо с таким же счетом одолели своих оппонентов, как-то заблокировала, затмила, я, честно сказать, даже не знаю, что сказать. Но смотри, по броскам СКА вышли побеждать 38 на 25. Что касается блокированных, 10 на 9. Вроде как близко, все хорошо. Но, опять, мы даже не можем сомневаться и даже что-то говорить в том, что СКА одна из самых мастеровитых команд в континентальной хоккейной лиге. Такой подбор игроков, я с тобой согласен. Это была, наверное, ужасная игра. Проигрывать с таким счетом нельзя, но, пожалуйста, они вышли в следующую игру и приготовили какие-то там домашние заготовки. А как ты думаешь, что мы сегодня сможем увидеть в матче номер 5? Вообще, какой игры стоит ожидать? Потому что вот здесь есть одна тенденция. Команда, которая первая забрасывает, в итоге, да, есть Илья Ковальчук, такой игрок. Есть команда СКА, есть тренерский штаб хоккейного клуба СКА. И тренерский штаб хоккейного клуба СКА принимает вот конкретное решение, да, они выводят Ковальчука из состава. И вопрос здесь, да, вот все начинают, как же так, почему это произошло? Понимаете, я думаю, что Сергей Зубов и его тренерский штаб, они примерно и прекрасно понимают, да, что они делают. И в этой ситуации, вот сейчас там говорить, вот, это было неправильно, это правильно, мы не можем. По одной простой причине серия продолжается. И пока без Ковальчука, в общем-то, СКА проходит локомотив, пока СКА играет во втором раунде плей-оффа с Динамо и бьется за выход в финал, Сергей Зубов прекрасно понимает всю эту ответственность. И, на мой взгляд, здесь он, как главный тренер, поступает абсолютно правильно. Он взял ответственность за результат команды. Все. Какие к нему будут и сейчас есть вопросы. Это его решение? Он так решил. Он главный тренер. В конце концов, он главный тренер, и он отвечает за результат команды. И он потом будет отчитываться там перед спонсорами, хозяевами и так далее. Но это его решение. И каким бы оно, это решение не было, это решение надо уважать, потому что это решение тренерского штаба. А правильное ли оно или нет, мы сможем оценить его по итогам плей-офф. Ну, один игрок-то не делает команду. Это то, что сейчас проблема у авангарда, потому что мы не можем выстраивать и рассчитывать на кубок Гагарина, когда все, оказывается, держится на одном человеке. Вот, к сожалению, да. Вся серия рушится и со всех сторон кричит, как это сабурка. А вот, кстати, Вячеслав Быков-то на эту тему сказал, он сказал, ну, ребят, если вы вот настолько зависите от одного игрока, значит, у вас команды нет. Если вы настолько зависите от одного человека, который решает все. Да, я согласен. Потеря Саботки — это потеря. В этом нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, ребят, хоккей — это вид спорта, где есть достаточное количество травм. Значит, вы должны были готовы играть без него. В любом случае. И это не должно быть большой проблемой для команды, которая решает достаточно серьезные задачи. И вот сейчас, да, «Авангард» столкнулся с такой проблемой. Как ты думаешь, на твой взгляд, вот сейчас, если так, возвращаться, да, к... Ковальчук сам сказал, что он даст интервью, будет беседовать с журналистами после того, как закончится ПЛО. Поэтому, не знаю, всем нужно просто тогда подождать, раз так интересно, а не раздувать о том, что происходит или нет. У команды сейчас другая задача — выигрывать. Это да. И СКА, в общем-то, пока справляется с этой задачей. С Ковальчуком или без него они все равно справляются. Из того, что я увидела, когда лично присутствовал на игре, человек выкладывается. Он был такой же, не знаю, красный в мыле, как все остальные. Люди стараются. Поэтому сказать, что он там, не знаю, ничего не делает, ну, неправда. Да, ну, я согласен. Давай вернемся немножечко к Востоку. Я хотел бы вот спросить по серии Салават Юлаев Авангард. Уже была такая ситуация. Уфа уже выигрывала 3-1 в серии у Казанского Акбарса. И потом две игры, можно сказать, Уфа провалила. Можно я быстренько перебью? Я просто вот на заметку ты вот мне идею даешь. Фастовский буквально вот несколько часов назад сказал, или вчера это было, я уже просто запуталась во всем потоке информации, что все, судьи испортили сезон команде. Но, слушайте, весь Беспалов, может быть, он вот завтра как выйдет и как в своей растяжке засияет? Нет, ну, а с другой стороны, что значит, Ну, просто это так прозвучало, я понимаю опять, что это эмоция, но это так прозвучало, что все, мы у нас крест, и мы не верим нашего второго вратаря, например. Ну, во-первых, помимо второго вратаря, еще 20 полевых игроков, конечно, которые должны будут просто поддержать своего вратаря и, собственно, не давать, то есть, наоборот, как-то ограничить его, да, от проблем, которые у него могут возникнуть. Но это просто опять вспомнили к тому, что Казань вроде как просто в плане ротации сменили вратаряне, потому что они его хотели наказать, и у них пошло. Ну, кстати, как мера, да, почему бы и нет, помогло же, помогло. Что касается Уфы, вот возвращаясь к этой все-таки серии, вот твое мнение, как ты думаешь, что нам ждать? Сумеет ли Авангард вернуться, или они вот все сказали? Нет, я не эксперт и так далее, и тому подобное. Есть уже человек, который, да, работает, видит эту серию, как они играют, слышит все, что происходит, нет. Прости, Авангард, даже если каким-то чудом им удастся завтра дома доставить эту радость болельщикам, они вернутся в Уфу и будет нет. К сожалению, да. Так получается, что у Авангарда просто некому забрасывать шайбу. Ну, тренер на пресс-конференциях, да, говорит, что я не знаю, что происходит. Вот так не получается. Каждую игру у них появились травмированные, да, это действительно в данной ситуации продает больше шансов Салавату Юлаеву, и что? Ну, Салавату Юлаеву же тоже есть травмированные игроки, Есть, у всех есть травмированные, но здесь опять вот так сильно подкосило то, что подумаешь, у них лидер ушел, не знаю, там куляш где-то сидит. А вот опять же, смотри, да, куляш пропал, что называется, из поля зрения. Широкова отправили. Вот тоже, понимаешь, с одной стороны, вроде как, поменяли Широкова на сразу двоих, можно сказать. Ну, Бурдасов, вот вспомни, помнишь, я тебе говорила, что вот он в первой игре вот этой серии, как раз Авангард Салавату Юлаев пытался, там старался, не получалось, но должен выстрелить. Он же на следующей игре все равно все проявил себя, да. Но я не знаю, то ли он еще не готов вот так вот целую команду тянуть на себя. Слушай, а с другой стороны, что значит не готов? Мы же видели Бурдасова и в Челябинске в свое время, да, и в принципе у него получалось неплохо. Мы видели Бурдасова в Питерском СКА, и у него тоже хорошо получалось. У него и сейчас получается, но просто, возможно, его просто никто не поддерживает. Он старается, мы видим его на льду. А вот у меня тут, знаешь, даже если он организует какую-то атаку и доводит эту шайбу, иногда нужно, чтобы просто рядом кто-то поддержал и добил ее. А у меня здесь возникает, наверное, больше вопросов к тренерскому штабу, потому что ведь, опять же, любого игрока надо стараться использовать правильно. Надо максимально выжимать, да, из того, что этот игрок умеет делать. И именно в плей-офф ты должен из этого игрока выжить буквально все. Потому что у Бурдасова было время привыкнуть к игре авангарда. Он пришел, что называется, еще в тот момент, когда, в общем-то, шел регулярный чемпионат. Поэтому здесь, мне кажется, тренерский штаб как раз-таки и должен уметь использовать все сильные стороны и качество твоих игроков. И не говорить, что у нас этот выбыл, что у нас у этого травма. Да травмы сейчас в любом клубе есть. У любого игрока в плей-офф возьми. У них есть все равно повреждения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но они есть. И списывать все на это, ну, тоже нельзя. Но пока, скажем так, авангард растерялся и не ожидал видеть такую Уфу, получилось, что Уфа свое преимущество выдернула. Получается так, получается да. И, в общем, у авангарда шансов вернуться в эту серию не так уж и много. Ну, а мы продолжаем наш разговор на хоккейные темы. Если есть вопросы, пишите, звоните. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев с удовольствием готовы мы ответить на все ваши вопросы. Вот интересно, как будут трактовать гол Губина и гол Мазякина. Вернули нас... Посмотри, вот опять вчера ситуация такая, ну, скандальная, раздули шесть игроков и так далее, и тому подобное. Давайте вспомним, там была ситуация, когда Мазякин лежал, ему было больно, там, не знаю, не будем раздувать, косил он или было правда. Выглядело как, да, человеку было плохо. Остановили игру, нет, продолжали ее, и, кстати, забила Сибирь свой гол, благодаря тому, что вроде как растерялись, отвлекались и так далее. Да, и самое интересное, как раз-таки получилось так, что и у Сибири в тот момент там шесть полевых игроков было... Ну, просто кармически, честно сказать, получилась вот такая же ситуация. И валяющийся Мазякин в центральном круге практически. Согласен с тобой, на самом деле, там, да, было ему плохо или не было плохо, это уже, собственно говоря, самого Мазякина, но с другой стороны, Ну, какая разница, им это не помогло, Сибирь открыла счет, все. Это точно. Так, еще быстренько зачитаю вопросы. Кстати, ты знаешь, я вчера проводил среди наших радиослушателей опрос по поводу того, а что вы больше ждете и какое главное событие вы считаете в 2016 году в хоккее. Так вот, 50 на 50 практически мнения разделились. Чемпионат мира и Кубок мира. Я считаю, чемпионат мира. Видишь? Потому что он будет проходить здесь, в России. Для нас это домашний чемпионат, это много значит. Ну, вот видишь. А вот когда мы его переживем, тогда уже можно говорить и о Кубке мира. То есть ты сейчас толерантна. Я так считаю просто. Я понял. Нет, я понял, я просто вот опять же задал тебе этот вопрос. Я понимаю, вот даже опять, знаешь, иногда бывает, как я говорю, люди диванные эксперты, те, которые там в Америке ни разу не были, но творят НХЛ, как будто там все замечательно, идеально. Нет. Вот здесь то же самое. Давайте ценить начнем то, что у нас вообще здесь есть и кричать Кубок мира, это наше главное событие. Нет. Наше главное событие чемпионат мира. В России. В Москве. Кстати, травма Евгения Малкина, да, я думаю, ты уже тоже об этом слышала. На 6-8 недель по некоторым данным выбыл Евгений Малкин. И сейчас, знаешь, такой спор тоже разгорается. Будет он в сборной или нет? Да, да, да. Ну, слушайте, дайте человеку вернуться, отдохнуть опять. Вот я тоже, да. Питтбург будет в плей-офф, о чем речь? Вот я тоже как раз хотел об этом сказать. Ребята, дайте сначала Малкину хотя бы восстановиться после травмы и вылечиться, а уж потом решать, что делать дальше. Ну что, наша программа подошла к концу. Дарья Миронова, Владимир Дехтерев, мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем по пробкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА